здравствуйте это валера город днепр украина сегодня в обзоре сравнение двух луп с одинаковой оптической системой первая лупа это китай наверно многие ее видели кто-то пользуется но давайте посмотрим поближе корпус вся информация напечатана на нем больше об этой лупе ничего не известно сам корпус из тонкой стали присутствует заусенец вторая лупа вторая лупа это белома тут идет паспорт с подробными техническими характеристиками которые сейчас вы видите на экране продублированы на нее обращаю внимание на аккуратность увеличения на коробке написано 10x на самом деле увеличение немножко меньше сделано аккуратно корпус приятный на ощупь может быть немного туговато открывается линза но это решается давайте попробуем сравнение обоих линз на линейке почему линейка здесь параллельные и перпендикулярные линии очень удобно посмотреть на искажения первая лупа это китай как видно здесь искажения присутствуют и довольно таки большие четкость четкость будет известно при сравнении со второй лупой до искажения есть и при отклонении от центра тел теряется осевая линия и идут сильные искажения вторая лупа вторая лупа опилома та же самая линейка фокус здесь наводится немножко проще четкость больше контрастность выше больше видно мелких деталей искажения присутствуют но на самых краях линзы окей сейчас вы видите два снимка на которых видна линейка и видно в том виде в котором ее видит человеческий глаз через эти лупы слева китайская лупа а здесь тяжело что-то сказать о параллельности линий так как видны сильные искажения и чем дальше от центра тем искажения выше посмотрите на цифру 7 как она и насколько она вытянулась справа это лупа белома сразу бросается в глаза более высокая контрастность и четкость того что можно увидеть через эту оптику линии параллельны и перпендикулярны хотя небольшие искажения по самым краям все же присутствуют идем дальше посмотрим какое изображение даст эта лупа закрепленная на объективе смартфона закрепленная просто прищепкой тут главное саму лупу поставить по центру объектива у у меня это не всегда получается это нож посмотрим на его подводы ширина подвода в этом месте и во всех других 5 миллиметров так выглядит подвод тестового ножа при небольшом увеличении добавлю что риски оставлены эльборовым бруском 200 на 160 здесь не хватает резкости но конечно что-то рассмотреть можно и даже нужно еще один снимок и еще один снимок при более меньшем увеличении а так выглядит подвод все того же ножа через лупу закрепленную на объективе все того же смартфона да возможно тоже можно говорить что не хватает рискости не хватает чуткости контрастности но по крайней мере видны следы от выпавших эльборовых зерен окей меняем лупу вместо китайской ставим белома все та же прищепка все тоже центровка по линзе объектива смотрим что получается по моему резкости встала больше фотографии через лупу белома закрепленную на объективе смартфона в целом резкости контрастно снимка выше это заметно это бросается в глаза хотя при этом внизу снимка слева и справа его стороны видны размытия резкости следующий снимок и еще один отмотайте назад и сравните снимки сделанные через лупу китайского производства и белома если это необходимо конечно и смотрим подвод в динамике проводя смартфоном закрепленный на ней лупой белома вдоль подвода подвода ножа разумеется по моему здесь тоже резкость отличается и отличается в лучшую сторону следы от выпавших алмазов окей лупа белома так она работает что в итоге окей нож сегодня нам уже не понадобится если говорить о просмотре исследуемого объекта глазом через ту или иную лупу то белома здесь явно выигрывает это резкость контрастность четкость лучше видны мелкие детали искажения присутствуют но они минимальные и наблюдается только по краям лупы тогда как с китайской лупой тяжело сфокусироваться на объекте и искажения они довольно сильные наблюдается уже при небольшом отклонении от центра лупы ей намного сложнее пользоваться и надо некоторая доля привычки и опыта для того чтобы это делать а здесь вы уже видите фотографии сделанные смартфоном закрепленными на нем по очереди закрепленные лупами китайская лупа уже не дает таких пространственных искажений как при просмотре через глаз хотя при этом она и уступает в резкости контрастности и чуткости лупе белома при этом на обеих снимках и для китайской лупы и для лупы белома видна некоторая потеря резкости по краям хотя на это может накладываться и качество объектива фотоаппарата смартфона и так две лупы с приблизительно одинаковым коэффициентом усиления китай или белома белома или китай конечно здесь следует учитывать и разницу в цене она существенная при этом китайскую лупу мягко говоря не просто использовать при рассматривании объекта через глаз и белома здесь явно в явном выиграще тогда как при просмотре через смартфон пятнадцати кратная разница в цене между обеими лупами настолько уже не ощущается выбор за вами всем удачи хорошего дня подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии